Вообще все, вся русская жизнь сосредоточена вокруг Украины. Ирзац, такая политическая жизнь. Понимаешь, я говорить больше не о чем. Точно так же, как Большая Семерка говорит только исключительно о Путине. И на самом деле руководитель Большой Семерки, с точки зрения повестки дня, Каш Путин, руководитель Большой Семерки Путин, руководитель всего, что происходит, скажем, в Киеве Путин, руководитель всего, ну и так далее, понятно, да? То есть Меркель не говорит ни о чем, кроме Путина. Олан говорит только о Путине. Кэмерон не пожимает руку Путину. Не пожимал, в смысле, они не протягивали друг другу руку вообще. Значит, и так далее. Это все продолжается, это все продолжается. Больше не о чем говорить. Думаете, это оговоренные вещи, не притянуть друг другу руки или нет? Я думаю, что оговоренные. Я думаю, что такие вещи оговорились. Хэндшейкин, потому что хэндшейкин это процедура, и ее снимают. То есть люди же не просто пожимают друг другу руки. Они пожимают друг другу руки, разворачиваются, каждый становится три четверти. Ну да, да. Три четверти, и их фотографируют. Они их держат, да, долго. Они их держат специально для фотографов, притом не трясут, а именно вот держат. Фиксация такая. Значит, я думаю, что это процедура, я думаю, что это протокол. И я думаю, что Кэмерон и Путин договорились, вернее, я думаю, что английская сторона поставила в известность, что они хотели бы избежать хэндшейкинга, вот этого шейкинга, и они его избежали. Не в этом дело. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Порошенко наметил меры. Я считаю, что он солжет. Ваш это как? Да нет, ну это вообще какой-то детский сад. Если вы помните, то после того, как более-менее уже посчитали голоса, он сказал, что мне надо несколько часов. Да, люди, которые живут там в Луганске, и в этом говорят, что этих бедных ребят, которых вот он этих солдатиков отправляет, они там просто десятками в день гибнут. Это просто, они об этом, их телевидение, об этом говорит как бы вскользь. Но на самом деле это же вообще ужас просто, что там творится, на самом деле. Здесь тоже есть ощущение взаимной, простите, неправды. У простого народа все вот эти его заявления, вот такого более-менее, у которого есть мозг, у которого есть какие-то аналитические возможности думать, у него все эти заявления, у народа все эти его заявления вызывают просто смех. Потому что кроме болтовни и кроме того, что он такой герой сказал, что я сейчас расстану со всем своим бизнесом и буду, оставлю только пятый канал, взял и прикупил еще один заводик в Киеве так, между делом. Да, кстати, это было очень забавно. Он прикупил еще заводик. Да, это вообще просто у всех это добавило еще больше. Ну, те люди, которые за него голосовали, конечно, пошли на себя в зеркало поплевали, потому что как бы по-другому никак. Но самое интересное, мне вчера звонил мой друг, который живет в небольшом районном городке, и он говорит, Валер, это что стоило раньше, допустим, взятка 100 гривен, ну, по их деньгам, сейчас, говорит, надо давать 500. Это вот так они поборолись резко с коррупцией. Чувствуется, что вы вовлечены в ситуацию, то есть у вас много друзей там. Да, у меня очень много друзей и родственников. Кто, конечно, не участвовал в этом всем, те как-то сторонние наблюдатели. Но может оказаться, что вы... Например, мы участвуем. Простите. Я, конечно, чувствую себя плеванными с ног до головы. Можно сказать, что вы сторона. Вот я сейчас все серьезно, потому что я бы хотел услышать мнение как бы с высоты птичьего полета, да, а вы говорите как сторона. И как сторона. Меня сразу вызвало сопротивление вот по количеству жертв. Каждый день гибнут сотни, потому что все врут. Ну, мне кажется. Ну, не может. Слушайте, это уже были бы горы трупов. Нет, ну, во всяком случае, позавчера 300 человек, солдат молодых, погибло. Погибло, да? Это их, как считать, в один день или можно как бы растянуть. И они сами об этом признали, что вот столько народа погибло. Всего? Всего? За время начала? Нет, нет, за один день. Это страшные цифры? За один день. Так, я вам говорю, что они об этом даже... Даже они уже начали сознавать скользь. И вот те два самолета, которые они подбили, я просто время от времени смотрю по интернету. Скажите, а по самолетам? Вот сколько самолетов сбили? Они признали, что эти два самолета все-таки, эти товарищи подбили украинских. Два, да? Вчера один у Красного Лимана. Вчера два самолета подбили, потому что они сказали, у нас пострадало два летчика. У Красного Лимана разве не один самолет был сбит? Да, это два летчика как могли пострадать? В туалет провалили? Нет, два могли лететь на Спарке. Два могли лететь на Спарке. Ну, хотя бы один. Давайте, давайте. Значит, я слышал про один самолет у Красного Лимана. Я хочу подтверждение этому, потому что если начнут сбивать самолеты, то летчики не будут чувствовать себя безнаказанными, когда они казнят население Донбасса. Вот летчики сегодня заняты карательной операцией, казнят население Донбасса. Если бы сбить хоть один самолет, я этого страстно желаю. Страстно желаю. Алло, здравствуйте, дослушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, это Сергей Одинцов. Да, здравствуйте, Сергей. Ну, вот у меня родственники на Украине, Сумской области. Там, конечно, про Путина плохо говорят. Вот. Вчера я разговаривал с подругой. Да. У которой шесть человек в Дзержинске. Это в двух часах езды от Плавянска. Вот она рассказывает, там гибнут 40 человек. Там заходят, там замежу местные жители, смотрят, трупы лежат. Просто вот армия Украины. Да. Люди отказываются стрелять в людей. И их расстреливают. Там по 40 человек. Там угроза чумы. И в Славянске, значит, перебили водопровод. Вот в Дзержинске воды нету. У кого есть там колодцы, там проблем нету с этим. А так, в принципе, все тихо пока вот в Дзержинске. Но боятся, что сейчас перестанут платить пенсии. То есть вообще там будет... Сергей, а знаете, Жанн, у меня у меня... Ну вот, то, что вы говорили, давайте скажем точно, что если верно то, что говорят ваши родственники, если это верно, то это... То есть человек живут там. То это настоящий кошмарный ад. Кошмар вообще там просто. И становится все хуже и хуже. Думали, выберут от Порошенко, будет лучше. Становится все хуже и хуже с каждым днем. Она созванивается постоянно. То есть они, они, вот они атрибутируют, они говорят о том, что эти трупы, масса трупов. Единственное, да. Что это расстрелы, расстрелы. Расстреливают людей просто. Вот солдат, которые не хотят стрелять, ну, мирных людей. Да. Стреляют их пачками просто. По 45 человек там находят, там, трупы постоянно находят. Солдаты, которые расстреливают. Я внутренне сопротивляюсь этому. Внутренне сопротивляюсь, и мне хочется, чтобы это было преувеличением. Может быть, не каждый день такое, но вот было, что 40 человек, это прям 100% они расстреливают. Там вообще, там все воняет, и там они находят. Можешь, ну, еще раз, кто кого расстрелил? Да что ты, ну, знаешь, ну, уже 10 раз, зачем же тебе еще раз? Специальные подразделения украинской армии расстреливают украинскую армию, которая отказывается идти в бой. То есть есть, но... И не хоронят. Не хоронят, или хоронят, или прикапывают. Вот прикапывают так, что они воняют. Значит, смысл, ну, это вообще говоря, как явление, широко... Я не говорю, я не говорю, широко известно людям. Послушай, есть вещи, которые живут в мозгах. И от этого они не становятся менее важными. Вот в мозгах живет эта теория, и, вероятно, она находит подтверждение на практике. Что украинцы расстреливают своих, пытаясь вернуть войскам дисциплину, украинцы расстреливают силами верных подразделений Западной Украины, Национальная гвардия из Тернополя, Национальная гвардия из Львова и так далее. Понятно? Да. Значит, эти подразделения расстреливают военных из Центрально-Восточной Украины, которые отказываются идти в бой. И так же они расстреливают мобилизованных. Вот этих вот, которых охарактеризовал господин из Житомира вчера в нашей программе, как синие рожи. Синие пьяные рожи. Они их тоже расстреливают. Они их тоже расстреливают. Происходит ли это на самом деле? Задам я себе вопрос как журналист. Я могу тебе сказать, это на самом деле происходит в головах людей. Иначе не бежали бы сразу сотни пограничников в Россию. Ты знаешь, что случилось, да? Да, знаю. Перешли. 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 С командиром. Во главе с командиром они перешли. В этом-то и вопрос. И когда они перешли во главе с командиром, ты знаешь, они сказали нашим. Что они сказали? Они сказали нашим, что если они просто сдадут оружие, просто оставят фронт и не погибнут там, значит, в войне с ополчением, то их расстреляют специальные зондеркоманды. Поэтому они бежали в Россию. Они бежали в Россию не потому, что они собираются здесь сильно жить. Они бегут в Россию не потому, что они собираются здесь... Они здесь прячутся пока. Они здесь прячутся пока. Когда что? А? Когда объявят аммистию там или что? Они бежали пока сменится власть. Потому что они убеждены, что Украина нестабильна, что ее власть нестабильна. Они убеждены, что... Что? Они убеждены, что это когда-нибудь кончится. Они убеждены, что это, все заглавными капслоками, это продолжаться бесконечно не может. Понятно? Добрый день, Сергей. Меня зовут Александр. Да, Александр. Я на данный момент являюсь модератором одного из оперативных каналов, ЗЭЛа, да? Да. И по поводу самолета, значит, подтвержденные два сбитых самолета, Сушка одна и один Ми-25. Это вот над Красным Лиманом оба, да? Да, да, да. Значит, по поводу летчиков судьба пока неизвестна. Да. Ну, в принципе, вот так вот. Хорошо. Хорошая новость. Хорошая новость, понимаете? Потому что они до этого летали, они казнили людей, как будто это компьютерная игра. Понимаете? Как будто папуасов расстрелили. Расстрелили, как папуасов. Ну, да, да, согласен. То, что два самолета сбили, это абсолютно... Слушай, я аплодирую, потому что я в прошлую пятницу написал в Твиттере, что умоляю, значит, главной задачей на неделю и конец недели и следующую неделю. Считаю хотя бы один сбитый самолет. Здесь за неделю сбили два. Это два подтвержденных. Два подтвержденных. Это очень хорошо. И хорошо, что именно в воздухе, потому что можно было бы, конечно, накрыть аэродром, разбить самолеты на земле. Я не знаю, они их в ангары вряд ли загоняют. Но хорошо именно в воздухе, чтобы пилоты знали, что это не папуасия. Не папуасия. Ну, да, да. Ну, единственное, они, конечно, увеличили боевые вылеты, то есть начали... Почаще. ...более интенсивнее вести работу по... Скажите, пожалуйста, вот хорошо, раз вы из зала. А вчерашний налет со стороны России. Одна из деревень Ростовской области видела делающий боевой разворот украинский самолет над собой. То есть это определенно точно известно на уровне колхоза, да? Что это точно русская деревня Ростовской области. И когда бой шел у погранцов, значит, вчера один из самолетов украинских делает вираж над русской деревней, точно над территорией России. Ну, я вам так скажу, что мы непосредственно работаем на Славянске, да, и Донецк. Я не могу озвучить то, что вы сейчас говорите. Да, да, да. Спасибо. Значит, хорошо. Я хотел обратить ваше внимание, мы должны что-то предпринимать. Или перед Нормандией нехорошо? Ну, перед Нормандией нехорошо Путину это. Ну, вот не кстати. Мы не будем ничего предпринимать. Ничего не будем. И вообще, вот эти люди, они моей жизни... Настя, помни мои слова. Помни мои слова. Мои слова таковы. Любая война — это приглашение поговорить. Любая война — это приглашение поговорить. А почему нельзя поговорить в парламенте? А потому, что наросли противоречия. Отсутствует культура разговора, культура дискуссии, культура взаимодействия. Нет культуры коммуникации у украинцев. Дикие люди, дики-людыны. Понятно? Они предпочитают сначала убить друг друга. Сначала залить страну кровью. А потом поговорить. Но на самом деле, война есть приглашение поговорить. Ничто иное, Настя. Это вот сейчас все, что продолжается, все, что происходит, это приглашение поговорить. Хочется поговорить просто. Ну, и дальше потом все это придет к тому, что в коридор... Это придет к тому, что говорить станет невозможно. Это придет к тому, что говорить станет невозможно. Потому что слишком много могил. Слишком много трупов. Понимаешь? И дальше что? Дальше придется говорить за них. Добрым дядям, большим взрослым дядям. И договариваться за них. Например, Путину и Обаме придется за них договариваться. То есть, пойми, украинцы последовательно в рамках свободы. Свобода, воспринимаемая как воля, свобода, воспринимаемая как отсутствие компромиссов, приводит в пределе к смертям. Вот это Украина и есть. Полное отсутствие презрения к институтам как таковым. Любые институты опровергаются и не спровергаются. В принципе, украинская культура такова, взаимодействие и бытие, что институты не спровергаются. Понимаешь, русская культура, не спровергание институтов схожа, но русские никогда не могли не спровергнуть трон. Трон велик, трон абсолютен для русских. А для украинцев нет. Поняла? Ты понимаешь это или нет? Значит, в России презрение к институтам не затрагивает святость трона. А трон, трон, трон это институт. Получается парадокс, потому что здесь как раз, где есть неоспоримая какая-то константа, диалог точно невозможен. Потому что если ты хочешь что-то трону сказать, а он тебя не хочет слышать, то у тебя вообще нет смысла. Здесь надо сказать, что трон тебя и не должен слышать. Вот, ничего не должен. Не должен слышать. Получается, что здесь должен был бы развернуться тогда такой непримиримый конфликт. Ни в коем случае. А там, где ничего такого нет. В России есть авторитет трона незыблемый при отсутствии институтов. Есть один институт, трон. Трон. Все. Да. И не важно даже, честно говоря, кто на нем сидит. Потому что в России то везло, то не везло с людьми сидящими на троне. Мы их продолжали превзносить самостоятельно. Тем не менее, трон обладает самостоятельной магией. На Украине презрение к институтам выражается в последовательном уничтожении вообще всех институтов. Любые институты на Украине уничтожаются последовательно. Понимаешь? Всегда. Кроме одного русского трона. Русский трон на Украине неуничтожим. И он и есть основа украинской жизни. Они же все борются с Путиным. Почитай все их твиттеры, почитай все их сети, почитай сети украинские. Они живут вокруг Путина. Они живут Путиным. Путин сказал, Путин послал, Путин послал солдат. Путин не делает. Они живут Путиным. То есть они живут русским троном. Они живут русским троном вокруг него, против него и так далее. Ну да. Понятно? Да. У них нет институтов. Исследовательные институты должны быть принесены извне. Этих институтов два, на самом деле. Постпрезидент, стул президента Соединенных Штатов и трон русского царя. Этих институтов всего два. И понимаешь, что украинцы, как дети, не умеющие... Что вам мешать договориться? 9.59. Вернемся к этой теме после новостей. Таворит Москва. 94,8 FM. Сережа, пастушок, пограет, граня дров, Сережа. Всей день вредно выражает. 10 часов 5 минут. Пятница, 6 июня. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Аножко, ведущая для программы «Здравствуйте, Настя». Две темы зависели мы с прошлого часа. Две темы – это негодность украинцев к созданию институтов, а следовательно, невозможность украинцев вести переговоры между собой, а следовательно, внешнее управление над Украиной силами Америки и России. Если они так зависят от нас, то почему мы допустили то, что там сейчас происходит? Это первое. Ну, потому что все друг друга били по рукам. Рассказывают друг другу сказки про независимость Украины. Что же нам мешает взять? Потому что сейчас мы по-прежнему рассказываем друг другу сказки. И ждем, чтобы количество жертв стало по-настоящему большим. Ник Рус пишет мне вещь, которая приходит в голову каждому. А вы представляете себе гражданские волнения в Киеве, каждый день пополняемые на десятки матерей убитых солдат? Там уже армия из матерей должна быть, если верно про потери, говорит Ник Рус. Ник Рус, абсолютно разделяю вашу точку зрения, во-первых. Во-вторых, должен сказать, что там есть два способа сокрытия потерь. Два способа. Во-первых, про расстрел один и тот же говорят уже, на самом деле, очень долго. Расстрел то тридцати, то сорока человек, как будто бы. Говорят уже очень долго. И на самом деле речь, вероятно, идет об одном и том же расстреле. И во-вторых, согласитесь, что самый простой способ сокрытия в хохлобардаке, это сообщение домой, что ваш сын дезертир. Вот и все. Ну вот звонит мать. Звонит мать. Я уже говорил об этом. Звонит мать и спрашивает в части. Мне могут поговорить с моим, там, петенькой. Вы знаете, вот мы с прискорбием сообщаем, что ваш сын покинул пределы части. Мы его ловим, ищем. Вот и все. Вот и все. И об этом уже говорилось. Это уже не свежая история, это как бы способ. Это способ. Все, все, на этом закончили. Ну как же, он дезертир. И с вами будем судить. А на самом деле все знают, что он прикопан здесь в кювете. Он прикопан в кювете. Ну, он бы дезертир, и все. Здесь шит, крыты, гладкие взятки. Все понятно, да? Потому что он, ну, он подонок, дезертир. Все. И если его убили ополченцы, например, в бою, то тоже самое простое сказать, что он дезертир. Мамочка, вы еще хотите искать вашего преступника сына? Ну, придет. Пошатается. Потаскается. И придет как-нибудь. Ну, ждите. Ну, он на войне не стал, вот не стал долг перед Родиной выполнять. И он сбежал. И все на этом. И все на этом, не Круз. И все на этом. Дальше, дальше, Паша, искать его нельзя. Только остается матери ждать, затаив дыхание. Придет сыночек, не придет. Они же не знают, что они его прикопали где-то там в балочке. Ну, так вот что. И, значит, и еще Арбат Реал пишет нам, говорит МСК, понятно, что рано или поздно мы придем к тому, что только Россия и Америка. Только Россия и Америка. Говорит МСК в Твиттере, я вас считаю, да. Говорит МСК. А какие тогда будут параметры этого взаимодействия? То есть это, у нас есть вариант огневого соприкосновения, самый маложелательный, все-таки, ну, для всех. Да. Кажущиеся сейчас все еще невероятным, наверное. А второе, какое у нас есть? Почему мы сразу к нему не перейдем? Ну, например, если это просто переговоры, договоренности. Мы силой, допустим, мы силой вытаскиваем оттуда стрелковок, к примеру, а они силой тоже что-то делают, мы все силой их растаскиваем. Мы должны сегодня сказать, что фактор влияния более чем один. Более чем один. Наверное, у нас есть Назарбаев, который смотрит на Киев как на отражение себя, понимаешь? Наверное, у нас есть Лукашенко, который смотрит на Киев как на отражение Минска. Понятно? Значит, как всякий раз, когда мы делаем риторические заходы, что киевляне должны сами решить свою судьбу, мы говорим об этом. Об Аме, Меркель, Назарбаеву и Лукашенко. Вот кому мы это сообщаем. Ну, конечно, не Киеву, который мы точно понимаем, надеюсь, что Киев не способен решить свою судьбу. Киев в пределе, в пределе, в политической культуре, политическая культура украинцев такова, что в пределе они ориентированы и идут к устранению и уничтожению любых институтов. То есть, главное дело украинцев. Ну все, мы это сказали. Дальше-то что? Все, все, все. Но мы должны сообщать по-прежнему Лукашенко, Назарбаеву, Обаме и Меркель, и Камерону, и все. Мы должны им сообщать, что мы, в общем, на вас, дураков, не нападем. Причем, на самом деле, когда только боль Украины, наконец, превысит какую-то страшную болевую черту, болевой порог. А она не превысит, потому что привыкает. Она или поздно, она привыкает. Но если боль Украины превысит какой-то страшный болевой порог. Да мы уже привыкли. Нет, она не может превысить. Но G7, большая семерка, заявила, группа семи, заявила о том, что надо расследовать, например, преступление в Одессе. Значит, боль какой-то, боль в какой-то момент становится трудновыносимой. Вот когда это произойдет, наконец, будет создана какая-то комиссия по управлению Украиной. Понятно, комиссия по управлению Украиной. Как территория. Украина будет территория. Не страна, а территория. Понятно? И мы будем управлять. Ну, все соседи, все. Привычем к этому Назарбаева, Лукашенко, чтобы они не боялись и так далее. Понимаешь? Привычем к этому Меркель, я не знаю, Кэмерона, всех. Обаму. И будем управлять этой территорией странной, которой они могут быть. Понятно? Рано или поздно это произойдет Настя. Хорошо. Несколько свидетельств. Пожалуйста, потому что у меня полная линия. Я думаю, люди хотят и готовы подключиться к этому разговору. Слушай, ну с таким крутым номером кто это может быть? Алло, здравствуйте. Откуда вы звоните? Да, здравствуйте. Это Дмитрий. Дмитрий? Совсем обалденный номер. Извините. Обалденный? Ну... Вы работаете в Билайне, притом председателя. Президент Билайна. Ну, когда-то я имел к этому отношение. Еще лет 12 назад. Хорошо, хорошо. Круто, круто. Ну, так что, вы согласны с тезисом? Украина никогда не управится со своим кризисом. Кризис будем мы извне регулировать. Сергей, я думаю, что... Господин Парсенков, вы таким немножечко... Немножечко вернемся пяти минутами ранее, как вы задали вопрос. Он ведет порядок, как он говорит. Но он уже немножечко дал немножечко таких полутонов, как он собирается действовать. Я думаю, что все-таки отпустит он Донецк, Луганский, вот эту Новороссию, которую... Ну, потому что невозможно будет с ними. Они не хотят с ним разговаривать. Ну, скажите, он их отпустит внутри страны, то есть внутри, дав широчайшую автономию, которая не будет при этом называться федерацией? Ну, я думаю, что они найдут какое-то новое название, оно будет немножечко интегрировано как-то. Хотя я думаю, что они сами донбассные просто не захотят общаться вот с этой вот властью. Не захотят. Но господин Порошенко немножечко ориентирован на Россию, и он уже пару раз об этом заявлял в средстве массовой информации. Да. Вот. Я думаю, что господин Порошенко не дадут, к нашему счастью, задерживаться на своем посту, но за то время, пока он там будет, ну, некая разменная монета, когда мы же понимаем, что... Но можно, Дмитрий, тогда возразить? Я думаю тоже, что Порошенко не досидит до конца мандата, но я думаю, что все его решения следующим президентом или следующим правителем Украины, все его решения будут аннулированы. Потому что будет сказано, что он делал их под давлением кризиса страшного и прочего, все решения Порошенко будут аннулированы. Юж, ну, вы тоже, вы же прекрасно понимаете, что мужчинам нужна стабильность, нужна стабильность, прежде чем она нужна нам, россиянам, нужна господину Лукашенко, да, нашим братьям-белорусам. Да. Она всем нужна, она и Европе нужна. Поэтому сейчас поставили господину Порошенко, да никогда он не откажется от своего бизнеса. Он сейчас посидит потихонечку, отпустит Донецк, там вроде Львов уже куда-то собирается к островенграм, правда, Венгрию еще... Нет, Ужгород, Ужгород, Ужгород. Да, да, да. Вот. Останется вот такая вот территория в виде Киева, которая будет там подконтрольна каким-то соседним странам. Донецк будет независимой, будет независимой такой территорией, которая, естественно, будет отдавать предпочтение именно России. Потому что в основном вся инфраструктура, все заводы, все предприятия, они все-таки сконцентрированы на этой территории. Конечно, Украина не хочет отдавать свою кухню, да, как вот если мы берем эту большую квартиру, и у нее родины начинают снимать комнату. Можно вам предложить все-таки тогда вернуться вот в какую-то часть разговора? На основе какого консенсуса Порошенко будет поправиться? На основе консенсуса сегодня, что он тряпка. Ну все, ну все, понимаете? Он не тряпка, ну вы тоже поймите. Да, он разменная монета, да, он человек одного дня. Он не тряпка. У него... В то же время очень последовательно... Ему репетали определенные сцены, и он его обязан выполнить. Очень, очень последовательно с 2004 года заведует пятым каналом. Очень последовательно. Пятым каналом... Пусть заведует. Нет, 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 это пятый канал. Пятый канал, это канал деструкции. Конструкция не наблюдает. Я пытаюсь сказать, а где точка...